В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня Кристина Зорина, победительница всероссийского конкурса «Доброволец-2017». Здравствуйте, Кристина! Здравствуйте! Сразу хочу поправить. Я не победительница. Очень часто пытаются эту победу присвоить лично мне, но это победа всего нашего Лизанского оригинального отделения волонтеров Победы и каждого волонтера, который в течение всего года работал вместе с нами. Волонтеры Победы. Что это за люди и чем они занимаются? Волонтеры Победы занимаются сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне и в целом о мирных победах нашей страны. Мы появились вообще в 2015 году, когда был сформирован волонтерский корпус 70-летия Победы, и он объединил порядка 146 тысяч добровольцев по всей стране. Праздники отгремели, и было принято решение не распускать всех этих волонтеров, а переформировать во Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Так вот, как раз только был у нас день рождения, молодое движение, но стремительно развиваемся. И сейчас у нас вместе с нашим рождением появился такой девиз, хэштег, который мы используем везде, не только 9 мая. Суть нашего движения о том, что мы заботимся о ветеранах, проводим различные акции в течение всего года. В основном мы работаем по пяти направлениям. Это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, акции в формате дней отдельных действий, волонтерское сопровождение Парада Победы, конечно же, шествие Бессмертный полк России и Всероссийские молодежные исторические квесты. Вот в этом году, который подходит к завершению, что уже удалось сделать? По всем направлениям работы мероприятия были, охватили большое количество ветеранов, все акции по плану 2017 года были проведены, плюс еще мы дополняем федеральный план своими региональными мероприятиями. Например, 27 января, по дню снятия блокады Ленинграда, проводим традиционную акцию блокадный хлеб на Площадь Победы, как такой пример. Плюс еще у нас появляются постоянно какие-то новые мероприятия. В этом году у нас такое мероприятие 24 кадра Победы, когда мы собираемся с ребятами, чтобы посмотреть фильмы об истории нашей страны, когда-то они бывают о войне, когда-то о мирных победах, и с последующим таким обсуждением. Вот совсем недавно мы проводили 19 ноября приурочную к контрнаступлению советских войск по Сталинградам 75 лет, и мы уже попробовали такой формат разнообразить, то есть мы приглашали историков, приглашали людей, которые связаны с кинематографом и с литературой. То есть рассмотрели один фильм, но вкупе трех таких частей. Он был снят по роману «Горячий снег». Вот до интервью вы мне рассказывали, что основная миссия и цель рассказывать о событиях войны доступным, понятным языком. Вот что это значит? Да, у нас был образовательный форум «Готов к победам» недавно, и там в рамках стратегической сессии мы проработали тоже такую новую идею на 2018 год, как раз-таки популяризация истории, понятным для молодежи языком. Если вернуться в 2016 год, там появилось такое направление работы, как российские молодежные исторические квесты. Это формат изучения истории, который не требует забреть учебники или сидеть на уроках. Это такая игра по станциям, ребята делятся на команду, у них есть какая-то задача, и, проходя каждую станцию, они узнают определенную историческую справку, и плюс выполняют какое-то задание. И таким образом ребята узнают об истории, но не утруждаясь. И кто-то заинтересуется, придет еще дома, почитает, и это вот наша такая задача. Просто понятно. А вот на какую аудиторию нацелена такая работа на школьников? Вообще мы охватываем молодежь. То есть, ну, как в рамке 18-35, но мы немного их расширяем, стараемся брать и более младших ребят. Но, например, на исторические квесты приходили семьями, настоящие семейные пары, там, и с детьми, и без. И, конечно, мы всем будем рады. У нас даже был однажды очень молодой участник, лет 8, наверное, ему было, очень понравился. Сказал, что задания были интересные, но вот здесь я не успел. Пожалуйста, добавьте времени. Вот, поэтому такие пожелания мы тоже учитываем. Возвращаясь к конкурсу, за что такая высокая премия? Такое высокое премия – это, наверное, признание нашим ребятам, которые работали, не покладая рук. Очень часто волонтеры Победы работали в ущерб учебе, иногда в ущерб каких-то личных делам, сну постоянно. Это очень часто бывает. И я очень рада, что нам удалось этого достичь, потому что это такое большое спасибо перед Новым годом для всех активистов. В презентации рязанского отделения на награждении прозвучали рисунки Победы, что в Рязани появляются на стенах здания рисунки Победы. Вот что за рисунки, в планах какие еще может быть здание охватить? Это тоже такая идея на 2018 год. Проект рисунки Победы у нас родился недавно, где-то летом. По весне мы его задумали, и потом уже ближе к лету мы смогли его реализовать от стадии идеи к уже проекту. Мы прописали проект рисунки Победы. Однажды на улице Почтовой мы проводили одну из танцев своих и просили прохожих в рамках праздника мероприятия сопоставить основные события и даты. И большинство, к сожалению, не смогли это сделать. Мы поняли, что нужно как-то достучаться, но не таким обычным способом. И вот родился проект рисунки Победы. Это визуализация историй. Мы хотим на нескольких, на двух поверхностях города, где-нибудь в центре, на ином месте, может быть, это будут какие-то здания жилые, общественные, изобразить темы, отразить какие-то темы, связанные с Великой Отечественной войной, либо с мирными победами. И сейчас у нас все это на стадии согласования. То есть уже есть договоренность администрации. Нам выделили 39-ю школу. Это четырехэтажное большое здание рядом с площади Победы, где мы хотим нарисовать одно из изображений. Мы выступаем как инициаторами, но воплотителем всего является сердце нашего проекта. Это Александр Демкин, безумно талантливый художник. Вы могли бы видеть его работой возле Атрона, такой большой рисунок, посвященный Всемирному фестивалю молодежи студентов. Мы тоже увидели этот рисунок, вдохновились ему еще больше. И тоже теперь будем отработать с ним вместе. Церемония награждения была огромной. Расскажите, было ли волнительно выступать перед такой огромной аудиторией? Это действительно была феерия. Самая, наверное, большая аудитория, которую я за свои 20 лет увидела. И было не очень волнительно, потому что мы репетировали флешмоб. То есть там был общий танец, которым мы танцевали все вместе. И все три дня форума мы посвящали репетициям. Это было очень сложно. С шести утра приезжали. Поэтому хотя бы было понятно, какой будет масштаб. Поэтому так уже страшно не было. Но, конечно, когда объявляли итоги своей премии, это был очень волнительный момент. Вы не знали на тот момент, что вы победили? Нет, нет, конечно. У нас было три финалиста по номинации «Волонтерство победы». Это Республика Крым, Красноярск и Рязанская область. Поэтому мы стояли и все волновались очень сильно. Непростые личности вам вручали премию? Да, это Луновой. Причем мы познакомились с ним еще на первом курсе. Четыре года назад он приезжал к нам в политех, проводил посвящение, когда мы только поступили. А сейчас мы встретились уже спустя четыре года. И он подарил свою книгу, которую подписал. Лично мне очень было приятно. И Карелин. С ним тоже мы виделись совсем недавно. На Всемирном фестивале молодежи и студентов. Я была на одной из площадок, где мы с ним встретились. И в этот же день был день рождения моего папы. Я знаю, что он безумный его фанат, тоже спортсмен. И я решила рискнуть. Долго-долго за ним шла, преследовала. А потом попросила заснять поздравления для моего папы. Он это сделал. Он вас узнал на вручение? Мне кажется, нет. Несмотря на свой юный возраст, вы уже руководитель регионального отделения. А почему вы решили заниматься именно такой деятельностью? Ну, как я поступила в политехнический институт, я сразу увлеклась общественной деятельностью. Это был и педагогический отряд, это студенческое кураторство. Первичная профсоюзная организация в правкоме тоже работали. И вот так вот постепенно-постепенно пришли к волонтерам Победы. Мне эта тема близка. Я считаю это важным. И вспоминаю тоже свое детство. До 2010 года мы каждый 9 мая собирались с нашей семьей у моего доверного дедушки. Мы не часто собираемся, именно все-все-все вместе, а 9 мая был таким днем, который нас обязательно собирал. У меня никогда не было вопросов, что я буду делать в этот день. И вот до 2010 года так мы собирались, поэтому «Молонтер Победы» сейчас помогает мне об этом не забывать. И ту историю, которая осталась у меня в сердце, нести ее дальше. А как оцениваете современная молодежь, ее отношение к событиям Великой Отечественной войны? Я думаю, что особенно сейчас это очень значимо. И я уверена, считаю, верю, хочу верить, что все-таки большинство считает себя патриотами. И история вообще по... Нам приводили статистику. Левадный центр проводил какое-то исследование статологическое. И большая часть населения именно гордится в первую очередь победой Великой Отечественной войне. И на втором месте стоит наше завоевание в космосе. — Сколько человек работают в региональном отделении Рязани «Волонтеры Победы» и как поступить, если желающий появится? Сложно ли это? — Конечно, нет. Мы все время расширяемся. Сейчас у нас есть как наше региональное отделение, оно охватывает всю Рязанскую область. То есть есть 29 штабов в каждом муниципальном отделении. Плюс мы открываем общественные центры гражданского теоретического воспитания студенческой молодежи в учебных заведениях. Вот уже открыли в Железнодорожном колледже, в Рязанском государственном университете имени Сенина и подтянулся Рязанский государственный радиотехнический университет. Поэтому всем, кто хочет присоединиться к нам, мы, конечно же, рады. И в нашей группе ВКонтакте «Волонтеры Победы Рязанской области» есть такая кнопка «Стать волонтером Победы». И любой желающий может оставить свою заявку либо на сайте волонтеропобеды.рф, и оттуда мы уже будем с ними связываться и приглашать. Мы как раз-таки движение, общественное движение у нас по форме не организация, и у нас нет как такого членства. То есть если человек чувствует, что сейчас он хочет помочь, то мы всегда будем ему рады. Что касается численности, мы проводили летом такую перепись актива, собирали. Порядка полутора тысяч человек задействованы в наших мероприятиях по всей Рязанской области. Но ведь, наверное, это не так просто, и какие черты характера, возможно, должны быть у человека, кто хочет стать «Волонтером Победы»? Искренность. Это должно, наверное, идти от сердца. Наверное, вас поздравляли очень многие друзья и родственники. Самое яркое поздравление после премии от кого прозвучало? Действительно, телефон взрывался. Кто-то звонил, кто-то писал смс-ки в социальных сетях. Я до сих пор потихоньку разгребаю все-все-все сообщения, это очень приятно. Но самое, конечно, поздравление было необычное, когда мы ехали домой. Мы возвращались со самой премии в автобусе. У нас прям автобус «Волонтеров Победы» ехал домой. И прозвонил телефон. Я вижу, что незнакомый номер, Россия. Думаю, наверное, опять кто-то из журналистов звонит, что-то спросить, какое-то интервью взять или пригласить куда-то. Беру трубку, так, алло, да, слушаю. Уже уставший вечер, мы не спали там несколько дней практически. Это оказался Николай Викторович Любимов. Я не знаю, где он нашел мой телефон, но он поздравил всех наших ребят. Мы не растерялись быстро, включили на громкую связь, все подтянулись. Даже осталась фотография, мы засняли. Очень было приятно. И это здорово, что информация так быстро доходит до первого лица региона. Какие планы на будущий 2018 год уже есть, определенные мероприятия, о которых вы могли бы рассказать? Да, могу рассказать о совсем недавнем нашем мероприятии, которое мы узнали вчера утром. Мы подавали очередной проект на всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежи для физических лиц». И выиграли 200 тысяч рублей на реализацию слета, образовательного слета «Готов к победам» для муниципальных образований. Рязанская область большая, и нам очень нужно всем вместе собираться, чтобы передавать быстро и какую-то новую информацию, новые веяния нашего движения, планы, методические указания и так далее. Хотя бы просто мотивировать и чувствовать друг друга рядом. Поэтому мы подали проект как слеты для Рязанской области. И вот, скорее всего, в конце февраля, либо в марте мы планируем собраться, как раз, чтобы зарядиться еще больше перед важным датом Днем Победы. Еще раз вас поздравляю, желаю вам успеха в вашей работе. Телезрители напомню, что в гостях у нас сегодня была Кристина Зорина, победительница всероссийского конкурса «Доброволец-2017». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова